Алексей Пономарчук сегодня работает заместителем управляющего в магазине АТБ-маркет на Херсунщине. На работу в АТБ он пришел на должность охранника. В 2014 году по призыву попал на фронт, отслужил и вернулся в корпорацию. Адаптироваться к мирной жизни было непросто, признается сам Алексей. Но все получилось. Помогла любимая работа в АТБ и коллеги. Я пришел сюда, начиная с посады охранника. Потом был продавцом, ну и так поступеньки товарознавцем и заступником керующим сейчас на данный момент. Собственные учебные центры – еще одна гордость компании АТБ. Ежегодно в них проходит обучение более 4 тысяч человек. Чтобы, что называется, дорасти до сегодняшней должности, рассказывает Алексей Пономарчук, он дважды повышал квалификацию в таком учебном центре. Сначала выучился на товароведа, а потом на заместителя управляющего. По АТБ можно достигнуть любого карьерного ступеня. От охранника до начальника управления, от кассира до регионального керевника. Тут для этого побудовано 4 навчальных центра, где можно поднимать ступень за ступень, вверх по сходинцам. Алексей работает в торговой сети АТБ уже 6 лет. Говорит, что возможность карьерного роста в этой компании – это и большая ответственность, но и в то же время большие возможности. Придя на должность охранника, сегодня Алексей с коллегами уже несет ответственность за работу целого магазина. Я побываю на каждом этапе – продавцом, охранником, товарознавцем. За 6 лет работы, каждый свои плюсы. Мне больше подобается ответственная должность заступника керующего магазина. Главная задача кадровой политики АТБ уточняют в корпорации – это эффективное использование и развитие человеческого капитала предприятия. Сегодня здесь трудоустроены более 60 тысяч человек. 100% сотрудников, занимающих административные должности в торговой сети АТБ-маркет, получили профессиональное образование в собственных учебных центрах АТБ. Мы очень быстро развиваемся, и таким образом работы всем хватает. Можно нередко у нас в АТБ встретить молодых руководителей, совсем молодых. Также, кто хочет, у нас может добиться любого. Тут нет преград для этого, и можно выучиться, не отрываясь от работы, научиться. В 2014-2015 годах 765 сотрудников компании АТБ, так же, как Алексей, встали на защиту целостности страны. Из зоны боевых действий ранеными вернулись 6 человек. 10 воинов отдали свою жизнь за независимость Украины. Только за последние три года свыше 20 миллионов гривен корпорации АТБ было направлено на помощь украинской армии, семьям воинов АТО, беженцев и детям так называемой серой зоны. Найважливее, что АТБ понимает, что в любом бизнесе это главные люди, люди, которые уже работают там. Поэтому АТБ определяет больше внимания развитию людского капитала, и для этого любой сотрудник может пойти ступень в ступень на повышение своей квалификации.